Так, Елизавета пишет, Юля, добрый день. Как и все, хочу поблагодарить вас за ваш труд и развернутые ответы. Большое спасибо. Сыну год и девять. Род нормальный, развитие по возрасту, разговаривает полноценными предложениями. Последнее время взял привычку стучать по голове маму и папу во время игры. Других детей не трогают, мы физическую силу не применяем. Делать так, никогда мы что-то запрещаем ему. Это ему кажется веселой игрой, хотя мы никогда даже не улыбались в ответ на такие действия. Значит, не со зла, никогда он злой, а просто играет и хихикает. Пробовали говорить, я тебе не разрешаю бить мамы, выходить из комнаты. В годик, когда начинал кусаться, это помогло с первого раза. Сейчас же, говорит мне вслед, мама ушла. И продолжает играть сам с собой, как ничего не бывало. Стукнуть в ответ, рука не поднимается даже слегка. Не то, чтобы ему действительно сделать больно, чтобы понял. Или все-таки стоит. Везде советую так и делать. Я не за это. Объяснения, что маме больно, не срабатывают. Ну, что, просто, как маму зовут-то? Елизавета. Просто сидела, что ли, и вдруг не с того, не с чем начал стучать родителям по голове и при этом радоваться, что ли? Так получается, ребенок поступает, да? Непонятно, в какой ситуации. Но главное, не злиться, хорошо. Сдачу сдавать в ответ точно не нужно, потому что это обозлит ребенка. Если сейчас для него это просто игра, то тогда у него это будет обида, и он со злостью еще начнет это делать. И заодно еще развяжете руки, что можно в ответ дать сдачу. Здесь категорически, конечно, нет, сдачу не давайте. Это можно, наверное, предлагают, вы читали, когда кусается ребенок, когда уже все перепробовали, тогда можно в ответ куснуть. Показать вот на коже, что это больно, чтобы он кожей почувствовал. Видимо, бывают такие дети, когда они, как сказать, ну, слабочувствительные, и им нужно, вот через кожу слабочувствительные, тактильные такие вот, сенсорно, их нужно вот действительно тяпнуть, чтобы они почувствовали вот это вот ощущение. А здесь будет как бы обозлиться, мне кажется, ребенок. Вот видите, вы говорите, объяснение, что маме больно не срабатывает. Я думаю, что у вас здесь он и поступает. Я маме стукну, да, действительно, здесь игра. А мама начинает читать какие-то лекции. Она здесь как раз обращает на меня внимание, и я получаю вот такое вот подследствие. Давайте наоборот, вот правильно, что вы встали и ушли, правильно так и идите. Но лучше, передугадайте, попробуйте следить за его действием, попробуйте поймать руку. Она же не мгновенно прям летит на вас коброй. Наверняка это какая-то протечество есть. Вы можете, наверное, предугадать, что сейчас вот вас или папа стукнут по голове. Но попробуйте поймать эту руку и прям рукой потрястись, если сказать нельзя. И все, и отойти от ребенка. Ну, попробуйте показать вот своими грозными бровями, так немножечко смурти, и тембр голоса так на полтона понести. И дайте понять, что это не игра. И в лекции перестаньте читать. Чтобы не было, что он что-то сделал, и пошел какой-то интересный спектакль. Он сидит вас и слушает, и как здорово. А не доходит смысл того, что мне больно. Потому что что в этом возрасте-то, как там, год и девять, да? Год и девять. Сложно понять еще, что такое больно-то. Вот, попробуйте, если вы прозевали, то уходим игру совместную, закрываем. Ничего не говоря, просто встали и ушли. Все, лишили общения, скажем так. И либо вы предугадали, поймали руку и строго сказали, нельзя. И тоже встали и отошли. То есть вы не словами показываете, что это неприемлемо, а вы показываете своим действием, своими эмоциями, своим астрагируемым, отдалением, что это неприемлемо. И дальше вы не намерены играть и общаться и так далее. Попробуйте так. А лекция бесполезная. Продолжение следует...